Я приветствую нашу аудиторию. Мы снова собрались, как наши зрители говорят, в нужной компании с Олегом Саакяном и Леой Кусой. Приветствую вас. Привет. Рад видеть и слышать. Также приветствую. Такие темы, итоги Давоса для Украины. Что скажете для наших зрителей, какие выводы? Илья, давай с тебя начнем. У меня, честно говоря, немного есть что сказать, потому что в этот раз Давос вышел такой. Он не был чем-то уникален. И я бы сказал, ну вот я прочитал, точнее я начал читать, я не успел закончить еще доклад. Давос каждый раз выдают доклад ежегодный, глобальные риски на год обычно. И, ну, я так посмотрел, то в принципе, ну в целом восприятие ситуации в мире, ну и в Украине, соответственно, потому что, ну мы тоже, как бы они нас рассматривают, нашу ситуацию как один из процессов, ну рисков в области глобальной безопасности из-за российского вторжения, то я бы сказал, что в целом, ну, не поменялось само мышление и восприятие как бы этого процесса. Речь президента в Давосе была, ну как бы, я бы сказал, что в принципе, с одной стороны, это был набор уже таких устоявшихся наших позиций, переговорных и тезисов. С другой стороны, я почему-то заметил ужесточение позиций по ряду вопросов, то есть, как бы, несмотря на то, что, ну, получается, всю осень и вот зиму тоже, мы видим очень много было публикаций, в том числе в западных изданиях, в том числе в серьезных изданиях, о том, что война в Украине переходит в логику переговоров, ну, то есть, формируется условие для, там, возможного запуска переговорного процесса в этом году. Президент Украины сделал заявление, которое свидетельствует, как я это интерпретировал, ну, так, то, что он говорил. Вот. В целом, остро стоял вопрос, ну, и Давос это подчеркнул, потому что эта тема была тоже очень, очень часто ее вспоминали, это тема внешней помощи Украине, ну, как бы, понятно, эта тема, она сейчас центральная, потому что, как бы, до сих пор не решен этот вопрос до конца, хотя я убежден, я говорил и раньше, и сейчас, в принципе, я убежден, что этот вопрос будет решен, то есть, в ближайшие месяцы, там, может, в феврале, я не знаю, в Шаттер точно должен к февралю, я думаю, решиться, ну, к февралю-марту, в зависимости, там же у них все зависит от переговоров двух партий по внутренним вопросам. И в Европейском Союзе я тоже вижу сигналы о том, что, в принципе, что вопрос, они могут разблокировать нам выделение 50 миллиардов евро, а даже если не смогут несколько стран, вот Германия, например, сделали неплохие заявления о том, что они готовы в одностороннем порядке нам предоставить, ну, от себя, получается, не как европейский пакет, там 7 миллиардов, по-моему, звучало евро, то есть, они готовы предоставлять помощь на двусторонней основе. И третья тема, на которую я бы обратил внимание, в Давосе, она не была центральной, но о ней упоминали, это гарантии безопасности, то есть, вообще, вопрос, ну, вопрос гарантии безопасности, он напрямую связан с тем, как будет выглядеть архитектура безопасности в Европе в условный послевоенный период, то есть, в условиях войны, с учетом войны и ее результатов. У нас после подписания двустороннего договора в области безопасности с Британией такой же готовится с Францией, скорее всего, такой же будет подписан с Соединенными Штатами и, может быть, еще с рядом стран ЕС и НАТО, я думаю, что, скорее всего, так оно и будет, то есть, до 10 государств, скорее, ну, в основном стран ЕС и НАТО могут подписать похожий, можно сказать, даже почти идентичное соглашение. Понятное дело, что я не считаю это гарантиями безопасности, это не договор о гарантиях безопасности, это соглашение в области безопасности, классическое, достаточно неплохое, создающее хорошие рамки для нашего дальнейшего сотрудничества с этими странами. То есть, в принципе, эти соглашения, они... Это то, о чем говорили еще в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе и на встрече Большой Семерки. Там даже есть пункт в коммунике в Большой Семерке был, где было написано, что в связи с тем, ну, как там, я недословно цитирую, что так как вопрос членства Украины в НАТО еще не решен и, скорее всего, в ближайшее время решен не будет, то страны НАТО и ЕС, они могут сами заключать с Украиной соответствующее соглашение, если им хочется. И, в принципе, мы видим, что этот процесс вот запущен. То есть, сейчас его практическая имплементация. И на Дагосе, вот в контексте этой темы, я услышал тоже такие сигналы, что это, ну, вот будет продолжение. То есть, Британия первая, дальше будет Франция, скорее всего, судя по заявлениям представителей Парижа, ну, и потом все остальные страны, кто захочет, кто там, это вопрос технической подготовки. Повторюсь, это не гарантия безопасности, это, ну, то есть, это вопрос, это, по сути, создание рамки, базы для стратегического сотрудничества, в которой очень много зависит будет от Украины, конечно. То есть, нам дают, нам, по сути, говорят, этими соглашениями, вот, 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 пожалуйста, держите, вот, что вы можете делать, да, и там вспоминаются, и закупки вооружения, и совместные проекты в управительной промышленности, и заводы, и какие-то вопросы, тренировки, учебные курсы, обучение личного состава вооруженных сил, подготовка там, в том числе, летчиков, моряков, короче, все, что угодно, вот вам, как бы, пакет, вот это вы можете делать, давайте, как бы, работать, то есть, база есть, юридическая база теперь есть, есть рамка, дальше все будет зависеть от качества имплементации на местах, то есть, либо мы это будем этим заниматься, и тогда будут результаты уже, как бы, на базе этих соглашений, либо мы не будем этим заниматься, тогда это все останется на бумаге, ну, не важно, это уже, как бы, зависит, на самом деле, уже от конкретных людей. Вот, поэтому вот это вот мои такие, то есть, Давос, он, как бы, прямое отношение к этому всему не имел, но, по сути, он крутился вокруг вот этих тем, и, ну, с одной стороны, да, я не увидел там никакого прорыва, чего-то прорывного, с другой стороны, я увидел, то есть, вот эти темы, они были, как бы, закреплены в этой повестке. И вопрос, да, вот я вижу, ты мне напомнил по поводу Тайваня и Китая. Я не вижу в неучастии Китая что-то новое, если честно. Последнее время, последние два года, особенно вот после начала войны в Украине, китайцы заметно снизили свое участие на высшем, на наивысшем уровне, потому что премьер-министр Китая был в Давосе, Литян, но на наивысшем уровне, на уровне Си Цзиньпина, они заметно снизили участие в разных форматах. Это не только Давоса касается. Си Цзиньпин не первый раз, я бы даже сказал, он очень часто не ездит на разные мероприятия. Вот когда он был в конце прошлого года в Сан-Франциско, это же был первый раз там с 2017 года, когда он поехал в Штаты, и тот же, поехал не в Штаты, а на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, там тоже достаточно нерегулярно его посещает. Я думаю, это связано с тем, что Китай занялся формированием своих площадок, таких как BRICS, Шанхайская организация сотрудничества, там межрегиональные, там они пытаются горизонтальную интеграцию проводить между ними, саммиты двусторонние с регионами, вот им очень зашла эта идея, типа Китай-Африка, Китай-Латинская Америка, Китай-Осиан, ну такие форматы, и двусторонние саммиты, которые важны для Китая, типа Китай-США. Вот это важная история, понятно, что они... А вот все остальное, Давос, там большая семерка, большая двадцатка, вот ну такого плана площадки, западные в основном, они есть западные, они китайцев сейчас меньше интересуют, ну так как они являются западными. Поэтому я в этом... Это не означает, что вот прям китайцы какой-то бойкот устроили, просто я думаю, у них амбиции создать альтернативные площадки, то есть что вот есть такие, а есть западные, а есть условно восточные, и эти восточные, они замыкаются на Китае, вот это их амбиция. И, кстати, очень много стран Азиатско-Тихоокеанского региона, они тоже этим занимаются, Индия, например, тоже таким занимается, потому что Индии тоже хочется восточные площадки, ну и Индии, да, замкнутые на Индии. Вот, то есть в этом плане... Ну, вопрос Тайваня, я думаю, здесь не... Он не играл какой-то роли. Вообще выборы на Тайване, я думаю, очень... Ну, типа они прошли, и в общем результат был ожидаемый на самом деле последние месяцы, потому что после того, как оппозиция на Тайване не договорилась, было понятно, что победят правящая партия. Но в целом это не поменяет статус-кво, потому что тот президент Тайваня, который сейчас новый, он, хоть и представитель националистов, но он умерит взглядов по этому поводу, и у них не будет изменения, резких шагов они делать не будут, в том числе из-за общественного мнения, которое, судя по результатам голосования, там половина людей, ну, не воспринимает идею, например, конфронтации с Китаем. Ну, плюс они очень зависимы в торговле. Поэтому я думаю, что и на Давосе эта история там, она как-то серьезно не повлияла. Единственное, что я видел в СМИ, что была история связана с тем, что наша делегация хотела встретиться с китайской, но якобы им отказали. Вот. Я видел это, по-моему, в Wall Street Journal, или кто-то об этом, ну, американское издание какое-то написало. Вот. Это показательный момент, который может быть связан с тем, что, опять же, Китай не видит, то ли они недовольны. Я думаю, что в основном это связано с тем, что они недовольны тем, как проходят переговоры вот в этом формате, который был тоже на Давосе, типа Украина, Запад плюс не Запад. Это такие же форматы, которые там были в Копенгагене, потом в Арияде, потом на Мальте, и вот как бы сейчас в Давосе они встретились. Потому что у китайцев другое, у них же взгляд на войну такой, что война должна закончиться переговорами в ближайшее время, прекращение огня, заморозка, все. А те тезисы, с которыми выступал президент Украины, они прямо противоречат этой позиции. Ну, прям максимально противоречат этой позиции. Поэтому я думаю, что это был такой их, если это правда, что они отказали, потому что я это, чтобы американские издания написала там со ссылкой на американских же каких-то чиновников, как-то анонимов, не знаю. Но если это правда, что я не удивился бы, то, в принципе, да, это показывает, что, во-первых, у нас сложные отношения с Китаем до сих пор, во-вторых, что китайцы, они вот принципиально не готовы входить в контакты, во-первых, отдельно с Украиной, без Запада, потому что они считают, что Соединенные Штаты главные, с кем надо говорить на их уровне, а во-вторых, они не готовы входить в контакты, пока не будет какого-то консенсуса по переговорам. То есть они явно продвигают вопрос переговоров, необходимости запуска переговорного процесса в ближайшее время, а не эскалации, как они считают. Вот это вот единственный такой интересный момент, который я обратил внимание. Да, спасибо. Олег, вот в этом контексте много всяких публикаций на Западе, да, понимаем, что в СМИ надо что-то писать, какие-то версии продвигать, хайповать, особенно когда мы видим, что украинская повестка стала чуть ли не везде. Сначала показалось, что конфликты в других регионах как-то уменьшили, скажем, внимание к Украине, но все равно украинская тема доминирует, видимо читателей больше интересует и на украинскую тему очень много как объективных, так и субъективных публикаций. Твой взгляд на события в Давосе и речь президента, вот как ты видишь ситуацию? Вообще Давос действительно не был каким-то слишком отличающимся от предыдущих, но при этом он и не был таким же. Вот у меня ощущение общее, где-то на кончиках пальцев, даже не совсем аналитично, от того, что он Давос подытожил период двухлетний, когда выходил Запад из оцепенения, и того, что Российско-Украинская война в полномасштабном ее виде последних двух лет, это такое локальное обострение, некая аномалия, и в общем-то она будет в одном ряду со всеми другими, которые наблюдались до того. Ну и, соответственно, часть сначала ожидала, что все быстро закончится, победит Россия, потом часть ожидала, видать, что Украина сможет быстро победить, дальше часть ожидала, что значит, ну то есть либо одна сторона победит, либо другая победит, либо обе стороны истощатся, и, соответственно, будут вынуждены сесть за стол. И я думаю, вот это была иллюзия 23-го года. И вот сейчас она рухнула. И на Давосе проявилось, что еще не готовы признать новую реальность, нету какого-то предложения нового, но уже понимают, что старая, вот не лезет этот кубик туда, в этот разъем, в это отверстие, не помечается. Если до этого проходил Давос и подобные площадки, вот, условно, слоганом, надо как-то завершить Российско-Украинскую войну, переговоры, перемирия, надо что-то сделать, чтобы завершили стрелять, убивать, и, в общем, вот это все, что ай-яй-яй, плохое и нехорошее. Ключево было как-то что-то. Но а что боялись говорить? Потому что любой разговор субстантивный, содержательный о том, что он предполагал занятие позиций и взятие ответственности как минимум за то, чтобы расставить понятия. А они расходятся, эти понятия. И, соответственно, это предполагает уровень ответственности, смелости, если говорить простым языком, если говорить языком политическим, то политическая воля концептуального лидерства, с тем, чтобы взять некое предложение. Если ты признаешь проблему, ты должен сказать и что дальше. И вот сейчас на Давосе, мне кажется, что было слышно прям такой вот скрежет и где-то даже треск этого льда, который начал ломаться и начали ставить вопрос. Окей, а мир тогда какой? А вопрос европейской безопасности, как он связан с завершением Российско-Украинской войны. То есть как она должна завершиться, чтобы это не было новое. И на этом фоне бильд со статьей программное выступление министра обороны Британии, заявление из Эстонии, из Финляндии, Швеции. Всё это можно видеть за последнюю неделю о том, что война на европейском континенте, это не вопрос сейчас уже гипотетический и фантастический какого-то завтрашнего дня. Вот завтра мы проснёмся, её нет. Значит, это вот какой-то туда, вот завтрашний день вынесены во времени. И где-то там когда-нибудь. И более того, она ощущается далеко. А тут европейцам начало подходить ближе ощущение того, что война не там, где-то за бугром когда-то. Вполне себе вероятно, что может быть здесь и тут, и даже в этом году. Конечно же, ещё это сдетонировано процессом, которые произошли в Хамасо-Израильском противостоянии, также Уситы, также Гаяна, половина не знала вообще, где она находится, и многие другие точки. Вот сейчас там ещё в Африке опять появляется определённая информация о напряжении. И это всё тоже показывает, что мир становится гораздо небезопаснее и время сужается. И вот мне кажется, что на довольстве это проявилось. Ещё не готовы положить новую повестку, заявить. Говорят ещё о старой повестке, но уже говорят немного новыми понятиями и чуть-чуть с другого ракурса. Поэтому и отсюда, и более жёсткая риторика Зеленского. Он не сказал ничего нового. Он повторил ровно всё то же самое, что было раньше, но более острыми образами порою и более чётко и, соответственно, неприятно, дискомфортно артикулирует те же вещи. И мне кажется, что пространство для этого просто появилось, и ряд коммуникаций двухсторонних с странами глобального севера, скажем, Нордики европейские, Скандинавы плюс Балтийцы, Британия. Изменение настроений в Германии, которое за 23-й год очень сильно эволюционировало свои позиции. И в частности даже армянской аудитории здесь тоже будет понятно. Можно увидеть, как позиция Германии поменялась по отношению к Азербайджану и армянскому противостоянию. Это тоже является производной того, что Германия в целом пересматривает доктринальные основы своей внешней политики в отношении безопасности в регионе европейском и шире в мире, своей роли в этом. И это всё, мне кажется, создало сейчас чуть другой контекст, в котором Украина смогла уже говорить чуть жёстче. Плюс уже выветрилось вот это разочарование от распиаренного украинского наступления, которое в медийном образе должно было произойти одним образом — на суше, с выходом к Чёрному морю, Крым. Всё это, ну, помню, внутри Украины тоже эту пропаганду ряд, в том числе, и государственных деятелей активно озвучивали. Я не знаю, в какой момент они сами ей поверили, либо до конца и не верили, может быть, но в целом образ был создан абсолютно ложным. Наступление преследовало другие цели и состоялось успешнее даже, чем ожидали, но в других вещах. Разблокирование Чёрного моря, Крым, взятие под огневой контроль пространства над Крымом и в самом Крыму, и многие другие вещи, которые являются беспрецедентными, которые от Украины никто не мог ожидать. Условно говоря, мы по той программе, которую мы сдавали, экзамен, мы там, где задачи без звёздочек, часть из них провалили, зато при этом решили задачи со звёздочками, которые от нас даже никто не ожидал. И вот, как бы говорят, обязательно программы нет, которую все ожидают, а успехи, вроде бы, как даже больше. И, конечно, это создаёт некое подспорье идеологическую платформу. Плюс нерешимительность Запада, она создаёт всё время ситуацию, когда в Украине приходится действовать через инструменты контролируемой эскалации. Красные линии и эскалационный менеджмент, который лежит в основе принятия решений, прежде всего, в Соединённых Штатах, он предполагал вот этот вот некий периметр возможного, за которым начинается адское пламя путинского гнева, то, что назвали красными линиями. И Украина каждый раз была вынуждена заходить за эти красные линии, переставлять флажки и демонстрировать, что эти красные линии существуют исключительно в воображении самих западных аналитиков и политиков, которые их прорисовывают, сами в них верят и действуют согласно им, что в Украине стоит дополнительной крови. И это тоже частично тот контекст, в котором происходит Давос. Я вот уже чувствую и мне очень интересно, какой повесткой будет следующий. вот он, мне кажется, будет разительно отличаться от того, что мы видели. Фактически в этом Давосе была беременность уже другим альтернативным подходом. Если говорить об Китае, то я абсолютно согласен с Ильей. Китай строит свои площадки. И мне кажется, что сейчас мы в ситуации, где сведение всего до противостояния двух полюсов, как это часто делается журналистами, является не совсем корректным. Мы как раз в ситуации деструкции старого порядка и еще даже не очерчивание какого-то периметра, что может прийти на смену. И сейчас я бы сказал бы, что в принципе глобальный мир атомизируется и на сейчас это может быть такой пятигранник, пятиугольник, в котором, если мы говорим через глобус российско-украинской войны. С одной стороны есть силы дестабилизации, ось дестабилизаторов. Это Россия, это Северная Корея, это Иран, им добавляется квази-государственное образование, как Хамас, Талибы и другие подобные персонажи. Это субъекты, которые не конкурентны в мировом порядке, который построен на силе права. Он, конечно же, уже устарел во многом, он требует ремонта, реновации, об этом говорят очень давно, но тем не менее эти субъекты, они не являются конкурентными, чтобы стать акционерами этого отремонтированного, пересмотренного порядка. Ведь экономически и финансово это достаточно отсталые субъекты. Та же Россия, которая, можно сказать, лидер в этом клубе, тем не менее, по своему ВВП сравнима с Италией или даже с Испанией. Это далеко не глобальный лидер, понятное дело. По инновациям Сколково, кроме анекдота, больше ничего так и не смогло в области инноваций родить. По демографии тоже. В общем, по всем ключевым параметрам сегодняшним, по уровню жизни и добропорядку внутри страны также. Эти страны не являются примером. Они не могут ничего предложить. Поэтому грубая сила. Это единственное, что они могут. Они стремятся получить свои ядерные дубинки, те, у кого их нет, те, у кого есть, они ими трясут. И, соответственно, таким образом пытаются конвертировать это. Они заинтересованы в каотизации мира, чтобы револьвер на столе начал решать все вопросы. Есть вторая часть недемократического мира. Это Китай и другие страны, которые в силу разных обстоятельств не готовы к тому, чтобы сейчас запустить глобальный пожар. Кто-то из них является еще конкурентным, несмотря на то, что они демократичны в мире, экономически, инновационно, производственно. Кто-то из них просто не готов к глобальной войне. И они еще недостаточно милитаризировались, не делали на это ставку. Кто-то в целом хочет капитализировать, стоя в стороне эту ситуацию. Но, тем не менее, в разной степени это не те страны, которые готовы помочь сейчас поджечь этот мировой пожар. Поэтому очень часто и разделяют, например, Россию и Китай. И украинская внешняя политика также. Это достаточно серьезно делят, хотя очень слабо это коммуницирует. И поэтому мы это не можем неэффективно использовать на китайском направлении, но при этом мы даже, собственно, обществом это не можем адекватно преподнести. На другом конце также есть клуб решительных, те, которые в числа демократических стран, которые себя называют цивилизованными, скажем, западные страны, которые решительные и говорят о том, что миропорядок необходимо вернуть, реформировать, улучшить, но вернуть в нормальное русло, и для этого необходимо деструкторов нейтрализовать. То есть Россия должна проиграть. Агрессор не должен получить иллюзии того, что он победил пред глазами мира. Да, неважно, разваливать не стоит, прочее, но тем не менее агрессор не может выйти победителем, даже маломальским. Это Британия, это Балтийские страны, это ряд стран, которые прекрасно понимают, что такое и куда мы несемся. Конечно же, это самый близкий для Украины клуб стран, поскольку это полностью соответствует украинскому представлению и нашим интересам. Рядом стоят страны, которые также с запада часто, которые разделяют те же ценности, но являются нерешительными. Они говорят, мы готовы, разделяем, поддержим, но при этом давайте деэскалируем ситуацию, это еще не крах, давайте как-то найдем, где-то что-то договоримся, и в общем страны проявляют нерешительность. Это мы видим в европейском пространстве. Вот интересно, как Германия фактически с одного клуба перекочевывают плавно в другой, вот прям, что называется, от заявления к заявлению видно. А есть пятая часть, это страны, скажем, ось равнодушия к российско-украинской войне, либо продолжение идеи об странах неприсоединения времен холодной войны. И вот тут себя проявляет больше Индия как лидер и целый ряд других стран, которые говорят, мы не хотим ни монополярный, ни двуполярный мир, мы не хотим быть ни в клубе Китая, ни в клубе Запада, а эта война вообще не наша, и мы хотим отсидеться. Нас это не заботит, мы другими вопросами заняты. И даже по международным организациям видно, как они фактически пакетируются как площадки для декларации и поддержки как инфраструктура этих повесток, которые исповедуются этими клубами. Китай активизировал больше шоу, Китай перебрал борзды правления в БРИКС, и в частности то, что туда вступает Египет к Суэцким каналам, причем, мне кажется, наверное, так, вступает Суэцкий канал, который оказался в Египте с точки зрения Китая. Это, конечно, серьезный вызов сейчас для Запада, в частности. Индия больше перепирает борзды правления в G20 и, скажем, больше туда. Запад концентруется на G7, и вот Давос является площадкой экспертно-политическо-высокого уровня для дискуссий, декламирования своих позиций именно западной части. Решительных и нерешительных, но западных. Поэтому, конечно, Китай там представлен на высоком уровне, но не наивысшем, и присутствует в качестве гостя. И, соответственно, он, конечно же, этот уровень не поддерживает. Украинские делегации, я думаю, что встреча не факт, что даже планировалась, я думаю, что какая-то идея может быть забрасывалась, но если посмотреть на состав китайской делегации, то становится понятно даже при поверхностном взгляде, что там некому разговаривать про Украину и не с кем. Украина абсолютно другими людьми в китайской системе администрируется, и, соответственно, там не было никого, кто бы занимался кейсом российско-украинской войны и Украиной в частности. А с кем встречаться украинские делегации тоже большой вопрос, поскольку Шмагаля встречает с представителем Китая на форуме вдовольствия. Тогда это будет разговор ни о чем абсолютно. Встречать Зеленского статусы разные, встречать Ермака, соответственно, китайская сторона тоже не сильно будет заинтересована, потому что перекос. Мне кажется, что тут вообще пространства даже не было для того, чтобы подобная встреча состоялась, поэтому данная информация от журналистов может быть как ворозом сознательным, так может быть и просто куларно подслушанно, что кто-то думал, прощупывал, либо хотел бы, может быть, каким-то образом. А глобальный саммит Формулы мира, который Зеленский продекламировал на площадке Давоса, это продолжение идеи вообще о Формуле мира и о том, что Украина заявляет эту повестку как решение глобальных слабостей мирового порядка, которые проявились в контексте Российско-Украинской войны. Она изначально является несколько идеалистичной и поэтому она более продукт такого романтического взгляда на то, что можно поменять сейчас, реформировать. Это необходимо и, пожалуй, кроме Украины никто другой этого заявить не мог, но здесь все больше проявляется, что коммуникация происходит в украиноцентричном ракурсе, который все больше диссонирует с международной повесткой и, соответственно, оно воспринимается просто как идеалистическое предложение, с которым все согласны, но брать и работать с ним в руках как инструментом далеко не все готовы, мягко говоря. И вот для Украины сейчас вызов переведения формулы мира украинской в язык глобальной повестки и инструментализации ее для того, чтобы она действительно становилась все больше решением глобальных вопросов, а не просто декламированием возможности такого решения. И, конечно, я думаю, что на полях того вспоминали, говорили о Тайване, в котором прошли выборы, но я не думаю, что это было ключевым вопросом. Здесь как раз среди западных стран и части глобального юга позиция достаточно однозначна. это позиция об едином Китае, но при этом о том, что это должно быть достигнуто дипломатическим, мирным, невоенным путем и, соответственно, не за счет подавления одной стороны другой. Когда мы понимаем подавление, очевидно, что это не Тайванем Китая, иметь в виду Китаем Тайванем не должно произойти. Это приблизительно та же самая позиция, вид сбоку, но которую мы видели относительно Карабаха, в мире, что территориальности из Байджана безусловно она является священной, но точно так же, как и право коренного народа на свою самобытность и жизнь и на свои территории и на то, чтобы не быть изгнанным, уничтоженным и прочее. Хотя, конечно, контексты разные и, безусловно, через запятую нельзя поставить Тайвань, Карабах и другие конфликты, но, тем не менее, вот эта идеалистическая позиция, которая очень часто расходится с реальными механизмами и реальными реакциями, она в обоих случаях как по мне прослеживается. Вот, я думаю, что, наверное, на этом я остановлюсь. Тебе слово. У Ильи точно есть что добавить и точно есть чем поспорить. Я смотрю, что Ильи есть что добавить. Давай по первому вопросу, то, что сказал Олег. Добавь, пожалуйста. Я хотел только... Не-не, просто Олега поправить хотел, но потом передумал, но раз вы уже меня на это вывели, я так и сделаю. Да, кейс Тайваня, он не совсем про право народов на самоопределение, потому что на Тайване есть коренные народы, и это не вот эти китайцы, о которых мы говорим. То есть, в этом же суть проблемы, что как бы... Ну, там история интересная, я сейчас, ну, не буду, понятно, уходить в это все. Тут больше про политическую нацию, которая сформировалась с течением времени. Вот сейчас молодое поколение тайваньцев, они же себя, ну, называют тайваньцами, то есть, они как в противовес китайцам, то есть, как бы китайская идентичность, которая, ну, является нормой для многих тайваньцев, ну, особенно старшего поколения, то вот она для молодых уже, то есть, у них, у них как у палестинцев, они ближе к палестинцам в этом плане, потому что палестинские арабы, они же арабы, этнически, они ничем не отличаются от всех остальных, но с течением времени у них сформировалась вот эта обособленность, то есть, я палестинец, как в политическом смысле, как бы, то есть, потому что этнически, ну, как бы. Как политическая нация. Да, а на Тайване есть коренные народы, реально, то есть, которых там, с ними нехорошие вещи сделали, когда там миграция была, ну, еще до всей истории с Тайванем и Китаем, но там есть коренные народы, у них свои языки, там, культура, вот, но они пока не выражали желание создать свое государство на Тайване, вот. Но, да, это просто, нет, это такой маленький момент, это просто объясняет, чем отличается Тайвань от других кейсов, то есть, каждый кейс, он вот имеет какую-то, и это, кстати, извините, я добавлю, тогда стоит упоминуть, я просто не имею в виду коренной народ по отношению к Тайваню, я говорил о том, что принцип территория целостности, он не является абсолютным, он всегда имеет уравновешивание другими принципами, в частности, Тайваня, это вопрос ненасильственного решения конфликта, ввиду того, что обе стороны претендовали на то, что они являются Китаем, это, просто кто не знает кейс Тайваня, это недозахваченный коммунистами кусочек того Китая, старого, который остался и являлся правоприемником того докуммунистического Китая, но вследствие мировой перетурбации и прочее, мировое сообщество признало за коммунистической властью Китая правоприемственность Китая вместо Тайваня, который остался осколочком. И, по сути, спор у них за то, кто является истинным Китаем. Я думаю, спор закончился тем, что Тайвань просто обособится, и они будут Тайвань. То есть, будет Китай и будет Тайвань, и будут китайцы, и будут тайваньцы. И я думаю, что это та модель, на которой все закончится, ну, лет через 10-20, не знаю, сколько надо времени, чтобы молодое поколение тайваньцев с уже сформировавшейся идентичностью просто пришло к власти и решило ну, вот так поставить этот вопрос. То есть, это скорее всего... Для этого необходимо, чтобы в Китае тоже выросла идентичность, которая не будет претендовать на Тайвань. А этого не наблюдается. В Тайване как раз политическое, собственно, устраивается, а Китай не ослабляет своих претензий. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь это длительный конфликт будет. Ну, извините, Тайвань отдельно. Да, я почти уверен, что он закончится отделением и независимостью через какое-то время. Согласен. Я же говорю, оно уже просто так много времени прошло, что китайцам сложно апеллировать к китайцам на фоне формирования альтернативной тайваньской идентичности. Ну, посмотрим, это вопрос такой сложный, как бы, я просто еще хотел по... Да, это, кстати, я к чему еще вспомнил по Тайваню. Это одна из причин, не единственная, почему страны Запада, они явно не признают Тайвань независимым. И в этом плане заявление многих, если посмотреть на официальную позицию Украины, ЕС, многих стран ЕС, большинства Соединенных Штатов, кстати, вот буквально после выборов, на следующий день после выборов на Тайвань администрация Пайдена опять в очередной раз заявили, что они привержены концепции одного Китая. То есть они не признают независимость Тайвани, но при этом сохраняют с ним там отношения, все такое. Это же из-за того, что, я не ж говорю, юридически, просто юридически в этом вопросе позиции Китая, они сильнее. Ну, просто с точки зрения международного права, там мало что можно предъявить. И плюс есть вот эти вот моменты, связанные с тем, насколько это право на самоопределение или не право, и вообще как это решать. И поэтому больше большинство стран Запада, сохраняя неформальные отношения с Тайванем, они его не признают. И Украина тоже. И в этом плане как бы здесь нету, ну, то есть каких-то тут, я думаю, что это не изменится. То есть пока Соединенные Штаты первыми не нарушат эту традицию, а они как бы двигаются в этой логике, с моей точки зрения, ну, при Трампе, по крайней мере, а Байден, наоборот, он ведет умеренную политику. Вот, я не знаю, что будет после выборов в ноябре, но они вот двигались в таком направлении, чтобы немножко постепенно как бы от политики одного Китая отходить. Но пока они ничего не сделают резкого, я думаю, остальные страны, они тоже не будут спешить. Тем более все знают, что это очень чувствительные вопросы, никто не хочет очередного конфликта, который не вывезут, и особенно региональные страны, так как Тайвань же находится в таком месте, где проходят маршруты торговые, и прям, вот прям вообще никому это не хочется, потому что будет очень тяжко в мировой торговле и мировой экономике. Мы видим на примере хуситов, что происходит с мировыми рынками, ну, оно там критически не удалило, но их лихорадит из-за того, что просто чуваки стреляют там по кораблям, не все. Корабич проходит, там не полностью остановилось движение, но реально они создали проблему. Знаешь, насколько электромобили в Украину с Китая подорожали из-за того, что они теперь в охот плывут? Нет, я не видел. От тысячи до полутора тысячи долларов. Я вчера специально общался со знакомым, который трейдер, и он говорит, вот из-за хуситов теперь электромобили плюс полторы тысячи долларов на машине. Влияет на 90% торговли европейской в том направлении сейчас это, поэтому это огромнейшая проблема. безусловно. Я знаю, что еще забыл сказать по поводу этой торговли и полностью на этом прекращаю перебивать тебя. Это то, что вот мы на Тайване так санксетировали внимание не просто из-за того, что Тайвань интересен, а из-за того, что очень мало понимания часто в украинском, по крайней мере, экспертном и публичном медийном дискурсе того вообще, какая специфика данного региона и почему геополитически большие игроки занимают именно такую позицию. И когда нет понимания этих оттенков, тогда часто и политические элиты грешат занятием черно-белой позиции. Когда они пытаются солидаризироваться с какими-то однозначными и грубыми такими вытесанными позициями, как на камне, говорят, что мы поддерживаем Единый Китай и забывают сказать, что при этом. Говорят, мы поддерживаем Тайвань, но забывают сказать, что при этом. И вот это очень часто говорит о незрелости политических рейд. В частности, я знаю, что заявления в Армении армянского МИДа были тоже приняты, скажем, с одной стороны, теми, кто не до конца понимает оттенки как слишком грубыми, но при этом и самое заявление было недостаточно нюансированным для того, чтобы действительно продемонстрировать, что Армения отходит от российского и вот этого вот, скажем, недемократического трактования самого процесса. Ведь на фоне особенно того, что Армения принимает уже второй раз участие в обсуждении формулы мира украинской, появляется очень значимым маркером сейчас вообще, кто свой, кто чужой для того части мира, которая называется цивилизованной и не только демократической, но там присутствует и значительная часть глобального, и на сегодняшний день уже более 80 стран, практически 90, и очень важно, что Армения наконец принимает участие. Ждем, когда и в Крымской платформе уровень присутствия Армении тоже будет соответствующим на пути. Сейчас это один из важных вот таких маркеров, который определяет, где слой, где чужой, и кто является частью проблемы либо частью решения. В этом плане очень опасно мыслить категориями, почему вот опасно мыслить категориями осей, в чем я с тобой еще тоже не соглашусь, потому что когда мы упрощаем, то есть мы знаем, например, что нет никакого союза между Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей, Хамас, то есть нет какого-то союзнического стандарта, который там, это неусловно, там есть Антанта, там есть силы оси, это не та ситуация, между ними есть некие ситуативные партнерские отношения, есть конкурентные отношения, есть еще что-то, то есть это все как бы сложная история. Я всегда говорил, что как бы никакого антизападного клуба или союза никогда не будет, потому что незападные страны, они очень разные, они слишком разные, то есть они будут просто это, как бы даже в одной, если брать один азиатский, тихоокеанский регион, это, ну я не представляю себе, что их должно объединить, ну как бы вот, чтобы они были прям в каком-то вот блоке, то есть поэтому по этой причине, и я, ну кто-то может сказать, что как бы ты усложняешь, да, на самом деле мы должны говорить о типа блоках, потому что, ну блоковая риторика, да, вот что есть силы добра, там западная демократия в углу из США, есть силы зла, это вот эти, то она как бы помогает нам легче коммуницировать нашу внешнюю политику. Я всегда говорю, так, мы этим помогаем русским, для которых эта риторика вообще офигенная, то есть им все отлично, блоки супер, они рисуют себя лидером антизападного блока несуществующего, рассказывают про то, что как бы, что запад объединяется в блок, против не запада, то есть Россия отчаянно пытается глобализировать свою роль, то есть они как бы переоценивают сырую роль, они ее пытаются раздуть до масштабов глобальной игры, которой нет вообще никакой, то есть в России это всегда забавно, то есть я за этим слежу, как они, вот когда они, с того момента, как они признали себя, когда это было, я уже забыл, когда они приняли доктрину, в которой назвали себя государством цивилизации, вот это вот, как бы, это же был, это тот момент, когда вот они начали глобализировать, то есть они, они по сути, прицепчиком, значит, цепляются к глобальным процессам, и по сути говорят, смотрите, война в Украине, это не война наша с Украиной, это война наша с Западом, и пытаются, то есть все, как бы, их это, это очень выгодно им, потому что они, по сути, подвязывают, замыкают, то есть они глобализируют войну в Украине, тем самым, они как бы говорят, мы, нельзя решить вопрос Украины, просто тем, что мы возьмем и там восстановим справедливость и уйдем, например, с оккупированных территорий, не, это вопрос глобальной безопасности, он будет решен только тогда, когда, и как они говорят, вопросы безопасности российские будут учтены Западом, там, в каких-то вот международных переговорах, да, то есть условно, когда Штаты признают, что у России есть сфера влияния, и таким образом, на этом будет строиться новая архитектура безопасности, поэтому им выгодно делить мир на черных и белых, потому что очень просто все объясняется, мы белые, ну, в России, да, они себя объясняют, мы хорошие, мы боремся за справедливый мировой порядок, а вот это, вот это блок плохих стран, и они всем объясняют, они, вот почему, например, их пропаганда, она вот, к сожалению, во многих регионах эффективная, потому что они приходят в Африку, в Ближний Восток, в Азию, в Китай, и они там рассказывают, смотрите, это не какая-то локальная война, где там нас наказывают за агрессию, это нас, это сегодня за нами пришли, завтра придут за вами, потому что мы все в одной лодке, давайте объединяться против Запада, и смотрите, Запад строит альянсы и блоки, то есть они вот эту паранойю как бы внедряют в внешнеполитические дискурсы, и тем самым, поэтому я всегда говорю, когда у нас начинают то же самое говорить, я всегда говорю, задумайтесь о том, что сложное мышление, оно, с одной стороны, да, оно сложное, и я понимаю, это надо включить мозг, это надо там почитать, посмотри, как-то подумать, но с другой стороны, сложное мышление, оно помогает нам разобраться, собственно, отделить вот эти вот идеологические вещи, то есть придуманные, абсолютно придуманные нарративы и реальность, и таким образом более реалистично строить свои цели и коммуницировать как раз со странами незападными, с которыми мы хотим коммуницировать, потому что в это очень много уходит энергии и ресурсов, уже, которая пятая встреча в Довосе прошла с этими странами, поэтому вот это то, чем я думаю, наша дипломатия должна заниматься, потому что я, ну, как бы, не упрощать, да, довод двух сторон, тем самым, давать России повод, как бы, отлично вообще, вот, встраиваться в эту повестку, потому что у них другой нет, то есть они в тупике, у них другой, как бы, повестки нету, как продавать этот, как продавать эту войну так, чтобы ее интернационализировать и подвязывать интересы других стран, вот это у них единственный вариант, поэтому нам надо наоборот усложнять и говорить, да, у России есть вот такие отношения, например, с Китаем, но при этом там мы понимаем, то есть, например, мы понимаем, что Индия закупает российскую там нефть, и, ну, как бы, это объективная реальность, они вряд ли, от того, что мы скажем им пять раз не покупайте российскую нефть, вряд ли они перестанут ее просто покупать, тем самым, обрекая многие свои штаты на блэкауты, потому что у них реальные большие хронические проблемы с генерацией электроэнергии, это где-то давно тянется, и у них, как бы, есть объективная потребность, то есть они российскую нефть покупают не потому, что она какая-то, не знаю, освещенная там, каким-то, я не знаю, да, потому что, во-первых, у них есть реальная потребность, во-вторых, скидки, там сумасшедшие скидки просто, и нам надо, как бы, понимать, что нас это устраивает, на самом деле, ну, по большому счету, ну, пусть покупаются скидкой, Россия меньше получает дохода, чем она могла бы получать, и, окей, это красная линия для Индии, то есть мы понимаем, что здесь у них есть партнерские отношения, но у нас там есть вот эти красные линии, например, там, чтобы они не сотрудничали, не поставляли им военную технику, из-за того, чтобы говорить, не говорить Индии, Азрада, коллаборационисты и так далее, а, как бы, рассказывать о том, что, окей, там, мы тут понимаем, здесь давайте, ну, сразу пойдет адекватная коммуникация, и так по многим странам, и, кстати, Армения, это то же самое касается, у нас же тоже некоторые ударяются в какое-то сумасшествие, когда там начинают, очередные, уже, я не знаю, что должно еще произойти, чтобы у нас люди перестали говорить, что Армения российская марионетка, то есть уже, я не знаю, уже столько прошло времени, и столько произошло событий, которые показали, что на самом деле ситуация сложнее, на самом деле армянско-российские отношения не всегда были сложными, это же не только из-за 20-го года, вот вдруг, мы вдруг узнали, что на самом деле образ России в Армении, он такой себе, да, или мы вдруг узнали, что на самом деле Россия много лет, ну, там были трения с армянским политическим эстеблишментом, то есть это просто как бы, так как просто пришли условия, Когда это все вылилось на практику, мы это увидели, но тем не менее. И у нас все равно остаются люди, которые до сих пор не могут они отпустить, и как-то посложнее подумать. И Россию это устраивает. Поэтому я же говорю, что Россия будет поддерживать простое мышление в мире, и они будут дальше его, и они будут его генерировать. То есть чем проще мышление, тем круче вообще, тем легче контролировать поток информации и дискурс. Чем сложнее мышление, тем больше они его боятся, потому что начинаются дискуссии, и задаваться вопросы, которые они не хотят, чтобы задавались. Вот это как бы то, что ты меня вдохновил прямо на такой... Я не планировал так долго говорить, но так получилось. Но зато вместо одного вопроса мы два обсудили. Давайте хоть коротко обсудим еще один вопрос. Новый этап войны. Люди, которые за пределами Украины понимают язык, на котором мы сейчас говорим. Давайте мы объясним, какой этап наступил и чего ждать, чтобы не попадаться на удочку российской пропаганды. Давай с себя начнем, Олег. Ну, закончилась иллюзия короткого завершения войны. В 1923 году похоронилась сначала российская иллюзия быстрого завершения войны, потом украинская. Понятное дело, что Россия начинала кампанию как Блицкрик свою, и планировали за несколько дней Киев, за несколько недель Украину. Понятное дело, что даже им удалось с помощью своей пропаганды и вообще представления о раздутом размере России, больше, чем, конечно, географы никто не сделал для усиления мифов. А о величии России, поскольку так построены европейские карты, что растягивание их происходит как раз вот на севере. Если мы берем стандартную карту, которую мы все видели в школьном учебнике, там Россия такая прям огромная-огромная. И, конечно, на этом фоне, когда Россия говорит, что мы захватим за несколько дней, то невольно начинают часть верить. Разбывая о том, что все-таки Украина по территории самая большая страна Европы, и по населению это все-таки даже на момент полномасштабного вторжения России уже после оккупации 2014 года, тем не менее, это одно из больших европейских государств, мягко говоря, и плюс еще с восьмилетним опытом войны. То есть даже банально, на скидку взгляд на ситуацию, он говорил о том, что все-таки подобные идеи России, они являются ложными и слишком уж самонадеянными. Но, тем не менее, они так рассчитывали. Украина выставила, что нам сыграло очень хорошую услугу, скажем, вот эта российская раздутость мифа, поскольку были занижены ожидания от Украины, и Украина их несколько раз превзошла, продемонстрировав, что мы способны остановить этого Левиафана, либо этого Голиафа, а значит, сравнивать с Давидом. Но беда в том, что в битве Давида и Голиафа Давид одним махом, одним камушком прощи взбивает Голиафа. А если ему необходимо проща побольше и камушек постоянно подавать, заряды, то не совсем это Давид. И Украина попала в этот просаг в 23-м году. Все говорят, ну, вы же герои, вы сейчас одной левой победите. Она говорит, да не, как бы тут надо проща другая, да и, собственно, и камушков больше поставляете. Вы же тоже не просто стоите, вы же не в театре, а тоже на поле битвы находитесь. И Голиаф как-то не совсем Голиаф, если ему в Северной галерею необходимо все время снаряды поставлять. А теперь уже баллистические ракеты. Поэтому этот миф, он, конечно же, тоже сдулся. И это создало еще и падение внимания к Российской украинской войне, поскольку слишком много вакуума появилось, информационных, которые не закрывались какой-то картинкой, каким-то представлением о том, что это вообще происходит и чем это является. Второй сезон этого сериала оказался менее интересным, картинка менее динамичная. Большая часть персонажей уже понятна. Те, которые появляются новые, картонные, пластмассовые, они не такие яркие. И, в общем, конечно, в мире начали переключать на другие сериалы, на другие каналы. Это тот контекст, в котором мы фактически жили в 1923 году. Сначала Россия попыталась с распиаренным своим наступлением зимние-весенние кампании переломить ход. После Блицкрига неудавшись пересобрались и решили додавить. Это тоже классическая история российская. Посмотрите, все, условно, последние войны России за 200 лет, и вы увидите всюду, как это реализовывалось. Всегда начинается, как шапки закинуть дальше. Сейчас мы соберемся ухнем, и потом третья фаза — это переход к Отечественной войне. Ну, не победим, так хоть согреемся. Когда в России начинают затягивать пояса и говорить, мы вот сейчас еще, после чего обычно следует поражение, если не включается еще кто-то другой и половина мира для того, чтобы помочь. Ну, сейчас мы на фазе, когда вот со второго к третьему переходу. Украина после этого контрнаступления, которое мы считали, что кавалерийским наскоком сможем сейчас продолжить освобождать территории, и оно тоже обломалось от того, что россияне строили свою оборону, и они оказались более адаптивными, те, кто занимаются Россией. Изначально говорили, что у россиян есть множество слабых сторон, их просто не счесть, но есть как минимум одна очень сильная. Они умеют учиться на ошибках достаточно быстро, и они это делают. Их система срабатывает, потом, как только они выучили урок ошибки, они спускают четкие инструкции, и голова с плеча, если этого не делают. Поэтому у них все алгоритмизировано, их неповоротливая централизованная система слаба в реагировании на инновации, на какие-то нестандартные шаги, она является очень уязвимой к этому, но зато те шаги, которые прогнозируемы, в лоб ее не возьмешь. И второй раз фокус провернуть не удастся. И сейчас мы оказались в ситуации, когда не исчерпались в стороны и не победили. И вот это уже длинная война. Эта длинная война может длиться год, может три, может пять, может двадцать пять. Неважно сейчас какой термин. Здесь логика ее вообще не измеряется количеством временным. Она измеряется другим. Качеством управления. Чья система более дееспособна в том, чтобы потянуть это противостояние. И кто способен это противостояние тянуть дольше и эффективней, а это качество принятия решений, качество мобилизации ресурсов. Это в целом коэффициент полезного действия, скажем, и эффективности действия комплексно институтов в государстве. Не только государственных, а и общественных, и других. И вот в этой фазе сейчас фактически началось соревнование стойкости. Чья система более стойкая, российская или украинская? Это та фаза войны, в которой мы находимся. Если в первой короткой войне все прежде всего решается на поле битвы, и мастерство военное, смелость, моральный дух, он является большим знаменателем, скажем, или он является большей частью глобального разрешения конфликта или войны, то в длительном противостоянии ситуация на фронте уже является лишь одной из переменных, и очень часто даже не самой главной. То есть что это предполагает? Предполагает то, что линия фронта может динамично изменяться. На каких-то участках может брать одна сторона, либо другая вверх, но это не является предопределяющим всей войны. Мы вышли из режима, когда в одной битве решается война, или потом в каскаде нескольких битв. Она решается теперь целой цепочкой множества битв, которые еще могут быть не конвертированы друг в друга. Успех в одной не гарантирует успех в следующем. Второе — это предполагает перестраивание в целом системы, синтронизация тылов и фронта. Это уже и противостояние тылов. И в данном случае для нас тогда важно смотреть на интегральные показатели, а не только на ситуацию на фронте, на то, у кого социальное напряжение выше или ниже, у кого начинаются проблемы политического кризиса или не начинаются внутри страны, или как они разбиваются. Вот это та новая фаза. Конечно, она припадает сейчас в очень интересный и в кавычках и нет период, когда в общем мире наращивается неопределенность и нестабильность. 1924 год — это год тотальной неопределенности. Начиная от выборов, которые пройдут в большей половине мира с точки зрения экономического влияния, политического, более 70 стран, где пройдут разного. Более 70 разных выборов в разных полках мира, которые пройдут в этом году, заканчивая тем, что все больше мировой порядок подмывается, институции международные, которые жизнятся на нём, они всё больше попадают в ситуации импотентности либо недееспособности функционировать. И это будет проявляться ещё больше. И, соответственно, я бы сказал, что в 1924 году, если ещё до этого не пристегнули ремни, то это, наверное, самое лучшее время, чтобы это сделать. Дальше будет только ещё турбулентнее. И вполне вероятно, что по результату 1924 года мы выйдем на определённую траекторию и в российско-украинской войне, и в целом, я думаю, что и относительно траектории ситуации, по крайней мере, на короткосрочную перспективу, одного-трёх лет, в мире и на европейском пространстве. Мы находимся в зоне транзита. Но сейчас вот мы прям пошли в её самую сердцевину, в экватор этого транзита, как мне, по крайней мере, кажется. Ну а там посмотрим, в 1924 год подтвердит это или нет. И войны российско-украинской, это касается в первую очередь. В ней ещё ничего не решилось. Илья, что ты добавишь? Ну, я кратко, в принципе, Олег расписал достаточно детально. Ну, то есть, тезисно, первое, мы переходим к обороне в этом году, как мне кажется, с больших наступательных операций, и с нашей стороны, мне кажется, не будет, ну, понятно, если, может быть, что-то произойдёт там с Россией, это другой вопрос. В целом, я вижу, пока что мы переходим в стратегическую оборону. Что нам советуют и западные партнёры делать очень настойчиво, судя по количеству подобных публикаций, да и заявлений, в общем-то, с намёками. Второе, я думаю, что Россия в этом году предпримет одно полномасштабное наступление какое-то, после выборов, скорее всего, президента. Я думаю, они попытаются вот что-то, то есть как-то серьёзно изменить баланс сил на фронте. И третье, я думаю, ну, мне видится, что я вижу формирование условий для запуска переговорного процесса в этом году. Не факт, что он будет, я вижу, что условия, то есть условия есть. В принципе, это неопределённость, международное напряжение, достаточно вялотекущая ситуация на фронтах. То есть это условия, в которых возможен запуск переговорного процесса, но переговорный процесс, для того, чтобы его запустить, нужно, не хватает события, которое внезапно подтолкнёт к этому. Обычно так происходит. В своё время, когда мы, ну, в 2014-2015 году, такими событиями были Иловайск сначала, ну, а потом Дебальцево. То есть в условиях которых, как бы, мы вошли в переговорный процесс, но тогда это быстро происходило. В этот раз, я думаю, никаких быстрых подписаний, никаких документов не будет. То есть если переговорный процесс запустится, а я убеждён, что он запустится, я думаю, он будет идти параллельно с боевыми действиями. Как это было в Корее. То есть во время Корейской войны, с которой нас там любят сравнивать на Западе иногда, там же как раз переговоры шли три года, параллельно с боевыми, ну, меньше трёх лет, два года параллельно с боевыми действиями. То есть продолжалась война, они наступали туда, отходили, опять наступали, и шли переговоры, пока наконец-то там в какой-то момент они не договорились, уже после того, как там поменялось куча всего, в том числе Китай там вступил в войну и так далее. Вот, поэтому я думаю, что скорее всего вот на этот год я ожидаю такого. То есть что вот эти рамки переговорные, они всё-таки приведут к какому-то началу вот какого-то каких-то переговоров. Я думаю, что они не будут вестись ни о каком мире, о мирном договоре. То есть максимум будет стоять вопрос временного прекращения огня, возможно, или снижения интенсивности, во что я больше верю. Честно говоря, я не верю в то, что Россия будет придерживаться прекращения огня. Ну, слишком у них, у них слишком богатый опыт нарушения таких договорённостей. Поэтому, скорее всего, это будет снижение интенсивности боевых действий в виде как бы какой-то формализованной каким-то там соглашением на уровне, конечно же, не каких-то президентов, а на уровне, не знаю, Министерств обороны или как это обычно делается при вооружённых конфликтах. И всё. Вот это как бы то, что я вижу. Но это, опять же, повторюсь, не факт. Потому что нужны события, которые подтолкнут. Потому что сейчас ни Россия, ни Украина не готовы вести переговоры. Президент Украины, мы уже сегодня обсудили, он на Довосе выступал. То есть, как бы его риторика, она вообще абсолютно не про переговоры. Поэтому мне кажется, что здесь, ну, вот надо... То есть, я как бы вижу, что ситуация созрела к этому, но всё будет зависеть от нас во многом, то есть, от того, какая будет международная ситуация. Возможно, таким событием станет избрание Дональда Трампа, если он станет президентом. Но я не знаю. То есть, тут тоже с президентом, с Трампом непонятно в том плане, что я, например, не верю в то, что он побежит договариваться с Путиным и нас сдавать. Это, мне кажется, очень маловероятно. Скорее, он будет создавать такую... Он будет создавать нам условия, тоже подталкивая нас к переговорам, чтобы можно было продать это своим избирателям, потому что он обещал. Но это я так прогнозирую его примерное поведение. Много будет зависеть от команды, которая у него будет. Мы не знаем, кто будут эти люди. Она, очевидно, будет не такой, как после 2016 года. Будет зависеть много от того, кто станет его вице-президентом, кто завойдет его правительство. Будут ли там люди, например, которые откровенно не любят Украину. Есть такие, как бы... Потому что есть более прагматичные люди, а есть там прям, ну, как бы, наши критики такие, как бы, прям, такие серьезные. Вот, поэтому я, вот я на это смотрю так. У нас период оборонительной войны, мне кажется, вот мы уже в него вошли, тем более, что, насколько я вижу, да все об этом уже говорят в открытую, и президент Украины об этом говорил в прошлом, в конце прошлого года как раз. И генерал Залужный об этом еще писал. Он, по сути, один из первых, на самом деле, кто начал об этом открыто говорить, еще когда он в The Economist было то самое интервью. Вот, поэтому я вижу, что много... Сейчас фокус как раз смещается на вопросы, которые являются ключевыми при оборонительной войне. Это вопросы тыла, тылового обеспечения, мобилизации, экономического развития, финансовой стабильности. Это все то, что определяет успех в такой войне, в такой вялотекущей ресурсной войне. Это вот об этом. Поэтому, в принципе, это все мне дает понимание, что скорее, ну, вот, что да, мы уже вот в этой фазе. То есть никаких Блицкригов в этом году не будет. Это вообще вот как бы ни при каких условиях, я думаю, не будет. Марат, если позволишь, я два слова добавлю. Да, да. Как раз для контрастности на этой ноте можно будет красиво завершить, что почему я сказал, что не будет решаться на линии фронта. Но это не означает то, что ситуация будет позиционно исключительно. Сейчас победа куется не на фронте, а в стойкости систем, ресурсов. Соответственно, Украина будет наращивать, сама логика к этому подталкивает, перенесение боевых действий как можно больше, как можно дальше и глубже в Россию. Это будет противостояние... И нанесение непоправимых ударов, да? Да, для тех ударов, которые будут полезенными для режима. Экономически, логистически, ресурсно-политически, символически и так далее. То есть важно сейчас, и Россия это же делает по отношению к Украине, не захватите 100 квадратных километров сейчас. А важно на 5% ослабить устойчивость режима. Извини, вот обрати внимание, куда они бьют. Они поменяют. То есть они пытаются выбить военные объекты, то есть объекты ВПК и потенциальные объекты ВПК, понимая, то есть наперед, что как бы мы, ну как бы все это долгая игра, и надо нас выбивать, не давать нам за это время сейчас перегруппироваться и развиваться. Вот я обратил внимание на логику их ударов по городам. Мне кажется, она тоже подтверждает твои слова. И зимние удары как раз, ты абсолютно прав, я с тобой согласен, моё мнение ровно такое же. Они очень серьёзно изменили цели полагания этих ударов и, соответственно, цели, по которым они бьют. Это прям очень прослеживается. И относительно переговорного процесса. Вот я как раз думаю, что в этой ситуации, несмотря на всё то, что я согласен с оценкой, что, казалось бы, вот сейчас, может быть, какие-то переговорные условия создаются для переговорных процессов, мне кажется, что как раз это ложное восприятие, обманчивое, скажем, в том плане, что как раз мы сейчас очень далеки от переговорных процессов, хотя внешне кажется, что мы попадаем в эту фазу. Я думаю, что в 2024 году этих переговоров не будет ни при каких обстоятельствах, даже наоборот. Мы видим эскалирование ситуации. Россия действительно попробует как минимум один раз в этом году эскалировать ситуацию. Украина будет блокировать эти возможности России, и стоять в обороне в широком плане, но при этом будет бить как можно глубже, как можно дальше, как можно больнее по России. Задача Украины в этом году — это достигнуть паритета в дальней руке, в длинной руке, поскольку тут Россия на сегодняшний доминирует. У них есть крылатые ракеты, у них есть баллистические ракеты в огромнейших количествах, то, чего нет у Украины. И Украина сейчас необходимо компенсировать дронами, необходимо компенсировать также ракетами в большей дальности. И здесь для нас паритет не количественный, нам нет необходимости в таком же количестве ракет, как в России, но должен быть качественный паритет. И вот это фактически задача на 2024 год. Конфликт, российско-украинская война может завершиться в 2024 году исключительно совпадением множества факторов, которые проще отнести к категории «чудо». А «чудо» как бы, потому оно и чудо, что мы не прогнозируем. А «чудо» бывает, когда ВСУ проводит очередную операцию. Я благодарю, что нашли время, и как бы не закончилась война, главное, чтобы мы победили. И слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава!